Пострадавший от нападения медведя пошел на поправку. Речь идет о мужчине, которого в начале октября тяжело ранил дикий зверь. Сколько могли, местные жители сами транспортировали пострадавшего по реке, после передали в руки сотрудникам Ямалспаса. Спасатели около километра несли мужчину на носилках, потом погрузили в свой автомобиль и уже на трассе передали сотрудникам скорой помощи. Бригада медиков приняла пострадавшего в 160 километрах от города. Несмотря на серьезные рваные раны, мужчина остался жив. Более того, его состояние, по данным врачей, улучшилось и теперь его переводят в Салихардскую окружную больницу. В аварии пострадал 4-летний малыш. Это произошло на пешеходном переходе по улице Дзержинского. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Лада Калина, двигаясь в сторону улицы Ленина, сбил малыша, который переходил дорогу вместе с мамой. Ребенок шел позади нее. Авария произошла еще в пятницу, однако в больницу родители малыша обратились только в субботу. Ему назначено амбулаторное лечение. Добавлю, по данным ГИБДД, в Ноябрьске растет число ДТП, в которых травму получают несовершеннолетние. По сравнению с прошлым годом, число пострадавших в авариях детей выросло в несколько раз. Чтобы привлечь внимание к детскому травматизму, с сегодняшнего дня в городе началась профилактическая акция «Внимание, дети!». Ноябрьские госавтоинспекторы будут еще тщательнее следить за поведением водителей на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов, а также за тем, как сами пешеходы, особенно несовершеннолетние, соблюдают ПДД. Акция продлится до 16 ноября. С начала 2014 года на территории ноябрьского региона зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 96 человек получили травмы различной степени сяжести. Необходимо отметить, что в 18 дорожно-транспортных происшествиях травмы получили несовершеннолетние. Пострадало 20 подростков. А в Госдуме отказались рассматривать инициативу Общественной палаты о введении новой статьи, по которой предусматривалось бы лишение прав за езду по тротуару. Свой отказ депутаты объясняют тем, что прежде чем принимать такие радикальные меры, необходимо пройти весь путь повышения ответственности за данное правонарушение. К примеру, начать с повышения штрафов. А если это не даст результатов, то тогда уже принимать решение о более жестком наказании. Добавлю, как сообщалось и ранее, Общественная палата обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с просьбой ужесточить наказание за езду по тротуарам и ввести лишение прав на полгода вместо существующего штрафа в 2000 рублей. Километры дорог, уставшие от напряжения глаза, города, поселки, затерянные маршруты. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметили автомобилисты. Герой нашего следующего репортажа не просто водитель скорой помощи, а универсал, готовый протянуть руку помощи в критической ситуации. Репортаж Анна Новоселова и Григория Курптева. Третью жизнь за рулем, три века без сна. Как герой знаменитого хита группы ДДТ, Владимир Прокопенко даже праздники проводит на работе. В выходные дни для скорой помощи самая горячая пора. Число вызовов резко возрастает. Отдыхать некогда. У нас не просто водители, а водители-санитары. То есть у нас бригада. Бригада состоит врач, фельдшер и водитель. Это единая бригада. Поэтому они работают как одна единая семья. Первая задача водителя универсала – вовремя доставить бригаду на вызов. Ноябрьск Владимир Прокопенко знает как свои пять пальцев. Расстояние до любого адреса автоматически переводит в минуты. До дальнего СМП максимум 20. По городу ехать гораздо быстрее. Если не в час пик, тогда это минут 6-7 максимально. А если в час пик, тогда да, тогда уже время, конечно, удлиняется минут до 15. Когда бригада уходит к больному, уверяет Владимир Иванович, он тоже не дремлет. В случае чего водители готовы вынести носилки с пациентом или поднять тяжелое оборудование в квартиру. Даже если больной проживает на девятом этаже, а лифт не работает. В любой ситуации экстренных. Они нам всегда могут позвонить или попросить. Они всегда любую аппаратуру, которая у нас есть, они поднесут. Они, во-первых, все ее знают. Там сказали, например, ЭКГ, дефибриллятор, дополнительную сумку. Порой приходится выступать и в роли телохранителя. Это не прописано в трудовом договоре. Но бросить коллег в трудной ситуации не позволяет совесть. Звонил в бригаде, потому что долго не было. Заходил в квартиру и как будто уже стенка разнимал. Было пару раз такое. Вот именно что пьяные дебоширы не хотели выпускать бригаду. Якобы недостаточно. Было обслуживание. Не понравилось. Пока все неприятные истории, рассказывает Владимир, заканчивались благополучно. За 19 лет работы его машина не попала ни в одно серьезное ДТП. Ангел, когда-то снятый с новогодней елки, бережет уже третий автомобиль Прокопенко на дороге. И спасает пациентов в самых критических ситуациях. Вызов был сложный в том плане, что роженица рожала. И вот в этом случае надо было и побыстрее двигаться по городу, маневрировать, успевать. Ну, то есть доехали на вызов вовремя. Очередной вызов отработан. Фельдшеры доставлены в скорую. Автомобиль нужно подготовить к следующей поездке. Владимир Прокопенко работает на машине под символичным пятым номером. И привык все делать только на отличные оценки. Ну, приходится, наверное, на пятерки. Нельзя на скорой помощи меньше делать. Анна Новоселова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. О лучших зубных врачей сегодня награждали в городской стоматологической поликлинике. Восемь специалистов этого учреждения получили нагрудные знаки за выдающиеся заслуги и добросовестную работу. Грамоты и значки ноябрьским стоматологам вручал заместитель директора департамента здравоохранения Ямала Михаил Савченко. Я хочу сказать, что в нас в больших городах автономного округа также имеются городские стоматологические поликлиники. Но из всех поликлиник впервые в Ноябрьске произошло вот такое награждение, где оценен правильно труд работников стоматологии. Как сохранить свое здоровье в северных морозах, знают консультанты ярмарки Меха, которая приехала в Ноябрьск всего на два дня. Здесь любая жительница города сможет подобрать себе шубу, которая будет не только согревать, но и радовать глаз. Ближе с ассортиментом ярмарки познакомилась Яна Добровольская. Большой выбор шубок и полушубков рады предложить продавцы-консультанты ярмарки Меха, которая приехала в наш город всего на два дня. Здесь представлена новейшая коллекция меховых изделий от лучших российских и европейских фабрик. Подобрать себе шубку смогут представители молодого поколения и более зрелого. На ярмарке представлены изделия самых разнообразных фасонов. Есть шубы в пол, коротенькие жакеты, приталенные, расклешенные, трапеции с поясом и без. Радует и отделка вышивкой, стразами, а также яркая и качественная фурнитура. Хороший выбор. Шубы, в принципе, не слишком дорогие и средняя цена, в принципе. Себе что-нибудь подобрали? Да, думаю, прикупить себе шубу. Меховые наряды рассчитаны действительно на разный кошелек. От моделей экономичного варианта до эксклюзивных изделий. Кроме того, на ярмарке представлен широкий размерный ряд от 40 до 64 и разнообразная цветовая гамма. Среди экспонатов изделий из норки, овчины, каракуля, андатры, нутрии и орелага. Каждое изделие отличается своим покроем и фасоном. У нас удобная система оплаты. Есть наличный и безналичный расчет. При наличном расчете действует система скидок. Также любое изделие можно приобрести в рассрочку без переплаты, без первоначального взноса. И также у нас есть кредиты. В общем, консультанты этой ярмарки замерзнуть зимой своим клиентам точно не позволят. Довериться людям, которые знают толк в моде и практичности, можно еще два дня. Ярмарка работает по адресу Советская, 83. Яна Добровольская, Александр Иванов. Новости нашего города. У мужчин же свои способы порадовать себя в зимние холода. Совсем недавно встречали жидкую воду, а в эти выходные уже чувствовали твердую. Речь идет о ноябрьском клубе рыбаков и охотников Ханто, члены которого придумывают свои оригинальные поводы собраться вместе. Так появление льда на водоемах для них уже не первый год ознаменовывается праздником под названием встреча твердой воды. Больше 20 человек на одном из озер в районе Споршевского месторождения торжественно открыли сезон зимней охоты и рыбалки. Как всегда, к мероприятию подошли неравнодушные и творческие. Сначала участники по карте разыскивали призы, затем соревновались в стрельбе из лука, арбалета и пневматического ружья и даже выявили самых быстрых в перерубании бревна. Ну и, пожалуй, самым знаковым был конкурс на скоростное бурение лунок. Следующее мероприятие клуба Ханто, рыболовный турнир, состоится 15 ноября. Приглашают всех желающих. И на сегодня это все. До встречи в нашем эфире.